здоровенький был и подписчики мопеда раритетовича с вами снова ли механик и вот он долгожданный выпуск посвященный стала челленджу я там немного описался это второй части этого челленджа связано с моей бобетой победа стеллой который заполнил на 2017 год вот но мотор мы уже готовы сейчас 2016 и я решил записать этот краткий обзор по мотору м225 мое сугубо личное мнение и анализа его конструкции потому как ничего подобного интернете я не нашел сейчас вот перед вами он в разобранном виде лежит частности правая половинка и собрана трансмиссия вся чтобы показать всю схемотехнику как что и куда тут передает от себя лично добавлю что до инженерная задумка просто на высоте как для мотора 80-х годов середина 70-х годов по факту это доработано если не ошибаюсь 215 победа 2 скоростная у которой вместо педалей которые располагались на раме были применены применен кикстартер то есть устроена узел кикстартера сам двигатель картера и уже картера идет маркировка из 225 мотор из-за своей конструкции связанной многообразием автоматических сцеплений их тут целых три и для того что имеет сухой картер сцепления клина поликлина или не поликлиновой ремнем размерностью как у восьмерки при это было связано со станками которые могли вот нарезать вот эти зубья там даже зубья совпадают 42 зуба восьмерки на распредвалу точно такой же этот по количеству зубьев идет шестеря привода распредвала не знаю надо будет зайти со штангелем перемерить может и по размерам подходит но может мы ошибаемся но по зубям точно совпадает ремень очень очень похож по размерности и вот такой конструкции была продиктована обильное наличие сальников вот вы видите прежнем видео ошибся тут целых шесть сальников до целых шесть сальников и там еще по моему два или три уплотнительных кольца куда идти идут сальники ну первым делом по одному идут на на каждую сторону коленчатого вала потом идет сальник на выходную звездочку идет сальник на коробку еще один сальники сюда на колокол сцепления и последний шестой сальник как оказалось идет на второе на основное сцепление которое сидит на коленчатом валу не сегодня в общем-то это сцепление разобрал как некоторые видели по интервьюшем фотографиям которые я выложил ранее у сцепления так как и в прошлом видео полностью заржавели эти роликовые подшипники на рынке мне сегодня пытались искать что-то подобное там он короче был на полтора миллиметра и иголочек значительно меньше в общем-то я это отказался тогда ну ищите дальше я поищу не 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 тяжело такой пошепнички думаю не тяжело будет найти по трансмиссии мотор имеет два автоматических сцепления которые работают на передачу крутящего момента и одно автоматическое сцепление это пусковое его не будем рассматривать и коробку двуступенчатый в общем-то какая схема техника допустим тут это переднее сцепление через склиновый ремень ты показываю крутит вот этот барабан вот так он вращается от барабан который имеет шлицы передает крутящий момент через звездочку на промежуточный вал с обогонной муфтой там обогонная муфта по типу бендикса стартера через шестерню вторую передается с понижением на выходящий вал что это все дело вот так вот происходит как видите с понижением момент когда мопед набирает инерции и преодолевает определенные скоростной режим где-то в районе 300 километров в час за счет того что силы инерции больше у вторичного вала вернее крутящий момент скорость падает скорость увеличивается срабатывает вот это второе сцепление включения 2 передачи и получается вал так как он быстрее вот этот клиент работать начинать получать крутящий момент уже от двигателя напрямую в обход вот если я щас покручу да вот этот шкив надо крутить то мы видим промежуточные шестерни выключаются передачи крутящего момента благодаря обманом и и как вы можете слышать и щелкать назойливая храповый механизм пускового механизма тут еще один из минусов вот этот механизм при работе деятельности на первой передаче постоянно включен вот такая вот вещь щелканье ну благо тут уровень масла как раз вот по вот этот усик если мне память не изменяет он до винтики же он даже полностью покрывает вот эту шестерню это всего глушит вот этого резко это не будет слышно далее оценка выполнение кривошипной камеры мне как человек который несколько моторов перебирал и старых и новых очень мне нравится то что сальники на этом моторе обречены на заранее вот видите вот кривошипную камеру и никаких буквально там отверстий вырезав каких-то чтоб масло каким-то только отдельным каналчиком поступало к сальнику вот кстати я возьму половинку картера то есть сальник просто сюда загнался экономия получается нас на стопорных кольцах то есть за счет вот такого плите изготовления но по факту никакой дополнительной смазки сальника не производится скорее всего они будут обречены на вылетание может не какие-то эксперты скажут что это не так тех кто обкатывал эту технику и может быть я не прав дальше из новшеств посмотрите на левую половинку посмотрите направо видите уши крепления расположены чисто на одной из половинок картера и вот сегодня когда их притирал эти половинки да и сегодня притер успел слава богу промежутках между воспитанием ребенка эти уши крепления они по уровню даже плоскости были выше чем плоскость соединения картеров то есть сначала начали притираться вот эти уши крепления двигателя но потом уже буквально там спустя полмиллиметра где-то даже может меньше 0 3 десятых уже пошли пошла протираться половинка вот такое решение считаю очень грамотным по поводу того что уши находится на одной из половинок ты полностью за одну часть прикрепил и все не будут я лишних перекосов вот как это было специально подготовленный картер для сравнения того же стадиона то есть у нас лучше крепления двигателя кроме на обоих частях были мы еще загоняли салендблоки могли быть свои перекосы которые могли тянуть картер вот отличие кстати на стадионе яркий пример вот смазочный канал по которым массов поступал дополнительно к подшипнику и кранику мы видим тут этого нет то есть заведомо мертвой рожденный проект был плане смазки это дверь еще одно интересное по цилиндру в интернете заметил еще по моим это лыжи так называемые дополнительные каналы продувки таком ракурсе видно эти лыжи дополнительные перепускные канал то есть тут получается может мне правильно поправить четырехканальная продувка идет данном двигателя во-первых и охлаждение позже не идет и это влияет на степени его форсировки как я понимаю обратите внимание вот сейчас я положу два цилиндра победовский цилиндр и стадионовский цилиндр как вас не смущает вот тут есть отверстие под шпильки а тут их нет нет ответить то есть центровки цилиндра по шпилькам как такого практически нет там то есть за счет того что они вот тут идут между ребрами цилиндр и садится в карта в головке вот она есть отверстие на цилиндре нет шпилька проходит между ребрами у меня просто сейчас они есть шпилька с собой хочу понять насколько масштаб трагедии если помните эту шпильки тут идут катаны м6 катаны это означает что резьба выдавлено из прутка по моему диаметром 5 миллиметров либо пять с половиной замеры не производил сказать ничего не могу башка так дал катана резьба контрасте если присмотреться эта камера не запустили то при постановке цилиндр вот такая вот баловать может происходить говоря заведомо заложен его перекос относительно окон и это дело скорее всего может негативно влиять на степень работы самого двигателя но исключает такой паразитный эффект как вот трещина может быть между вот этим каналом под шпильку и перепускным окном на лаги об этом на дырчик старом упоминалось было бывал такой случай что когда пересерство перетягивали цилиндр тут могла появиться трещина и оттуда был дополнительный подсос воздуха нарушал за дырчик не работал тут этот момент был исключен но возможен такой негативный эффект как проворот небольшой цилиндром это минус помимо минус плохой смазки подшипников и саммитов по коленчатому валу к сожалению мне достался этот мопед от людей у которых я так понял он простоял без головки поршень приехал отдельно под сидением был и немножко кличет вал пострадал коррозии но слава богу живой то есть не такая уж страшная коррозия больше взяла подшипники они мертвые ничего не спасет я думал сначала что это нагар ну вымыв их от мазут и я понял что это еще и коррозия их как подъела но пока мы в ожидании верится заработков покупки поршня от honda deo 34 35 и 1 точки под второй ремонт под 39 половины так как у нас есть характерные задиры от перегрева далеко к световому мопеду будем мы производить взвешивание всех элементов головки поршня уже после расточки не проверять балансировку ну и дальше собирать мопед и готовить его потихонечку надеюсь информация не будет очень скучный всем спасибо за внимание всем пока